Здравствуйте, друзья! Сегодня 1 апреля. Второй местами название День Дурака. Вот, и можно было бы сегодня врать, 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 но сейчас не за шуток. Идем, продолжаем нашу работу. Вот она наша работа. И перший Хасадский. Мы сейчас делаем восьмую серию из того, что выставлено у меня в отдельно папке, которая идет в соревнованиях, примерно половину удачных случаях Железовских оточек, Саренцев, Черенков, Европейской России, а половина Сибири. Причем Сибирь иногда перевешивает. То есть по количеству удачи примерно даже больше. Скажите, этого не может быть. Так, проверяем, идет ли запись, запись идет. Вот, еще один от Агелька в пользу Сибири. Итак, Сергей Макаров. Ваш Персик Хасадский. Привет, Натерн. Черногляд, Итсенца, третий год. Он скоро был в Сибири. Кстати, обратите внимание, 26 марта, 26 марта, следующее письмо. Так же, писались письма не в день только. Итак, Сергей Макаров. Если вы хотите восхитить фотослушителям, то он ко мне обращается. Теперь необходимо знать подробнее о поэтапности получения прибитого персика на подвой терл из Акасии в данном случае вашего сада. Подряд ли цветущего персика. Так, ну вид у него довольно пологий. Наверное, он его укрывал пока все, что знаю. Прошло много лет. Сколько лет прошло? Нет, не так много. Три года прошло. Смотрим, потом он у него заплодоношел. И теперь он решил полный расклад. Это резко бывает, поэтому я с удовольствием и с уважением порасхожу, буквально пересхожу каждое слово. Вот это запятых. Однословные двоеточие. Косточка из Акасии в 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 Акасии. Под ней был затмующий материал черенки. То есть процесс у него пошел. У меня старая-старая фотография. Он там сидит на фоне целого ряда отборных сельцевых персиков. Ну, не найду ее. Итак, на первом этапе перевивки переживаемость термы очень низкая и почти налевая. Но это уже успех. Ура! Получим материал. А далее путем поэтапной многократной перепревивки. Смотрите. Действие, теория и практика железа, за которым я до сих пор забываю. Вот, настолько эффективно. Сельце на первый по двое черное. С первого на второй, со второго на третий. Черно одной крови. Помните же льва? Все по двое одной крови. Вот, минимум, 100% мой ученик-проседователь. Черно одной крови. От одного дерева просто лисеется. В третьем поколении уже наблюдается хорошая прерываемость. А я о чем? Вот. Я не рассказывал, когда сорока привел корешков на абрикосы. На дикие. 39 было мертвых. Рассказывал. А потом второе поколение, третье, все это и дошло до 100%. Это у меня уже льва. Предлагаю читать Сергея. В третьем поколении уже наблюдается хорошая прерываемость. Вместе прививки, детажности, диаметром в прямое. По двое. А то сегодня. В сосале гладкая, четкая, четкая. При улучшении каплюровки, растает саран. Вот, что значит. А значит, детка медитесения, болячих. Скороплодность привитого, на третий день просит прививки. Все правильно. Но бывает на второй день, но у меня полчаса третий. Ваши плоды видят только на картинке. Поэтому после выкачки саранить не могу. У меня плоды, например, трепешки и хасадские. Сладкие, немного спикантные и кислые. Все как у меня. Продвер плодов обычный. Зависит от нагрузки на дерево. Поэтапная перепрививка во мне. Это как необходимость. Для получения биологического совместива материала. Так что я скажу. Я уже трепешечек не разговаривал. Гражданин Макаров. Задавитесь с вами вместе. А я просил вот их. Такого писала должен уже написать заявление о подставке. Почему я так считаю? Итак, речь о геологическом совместиве материала. А потому что больше чем за 20 лет мы наблюдали и показали, что приобретены сиренки из нас, приобретены в соседских садов. Дали в соседских садов. Приобретены в едино-сдруге оттешных. А что построить поэтапные перепривки. Ну, это перепривозит рейхан. Оброняет проще. Даже сейчас плодосят раньше. По отношению к первому приобретенному питомнику. Ченки всегда берут. Питомник и ченки всегда берутся два сетей. Обливают на плевые разные крови. Это не из хорошо. Это же хорошо, если не просто перекусчики. Вот. Ну что. Убедились. Работает теория проекта. Под названием. Вот тут про поэтапно. А я его называю. Я его называю. Значит. Ну, условия ментора. И так. Он продолжает. Я рассказал о работе с перевоем. На есть работа с подвоем. Она проста. Берем просто от привитых деревьев. Ворачиваю семена. Несущие в себе. Где они? Данные. Данные. Культуры и рефорта. Ну, я его. Ну, точно. Сергей Ворьев. Черт и матери. Папа с этим письмом. Берем. Берем. С этими вот данными. Это уже будет трибуна. Как университета. Конференцию. Вот куда вам надо. Ух. А я что злодовался. И так. А подвоем. Берем позже. От привитых деревьев. Ворачиваю семена. Несущие в себе гены. Татных. Круктуры и сорта. Ворачиваю подвоем. Обязать условия. Маточное дерево. Довище семена. На подвоем. Довище в вашем саду. Вашим это имеется ввиду. Он советую человеку, который хочет достичь таких же результатов. То есть имеется в расстройки. Подвоем. В расстройке. Раз. Проместимые с ними тревоги. Вот. Уже. Неужели уже. Уже не Макарова. А он уже пишет. Ваших. Значит. Ваших садах. Я понимаю. Что все вышесказанное вам должно известно. Применено. Хотел подтвердить и поведать с садовадом. Просто хочу. Чтобы мое наблюдение. Тащи до садовадом любители. Как повод для размышления. Конец. Ну и еще на нем еще. Ваши. Сады. Уже. Уже. но по-моему он снаружи, может быть, прикрытие теплише. А она теплише, а она все-таки снаружи. Вот этот момент я не уловил. Если даже не теплише, он явно имеет где-то укрытый, прикрытый, селющийся и так далее. Вот, ну это не все. Дальше у него еще есть фотография, поэтому продолжаю читать. Рей Бахара. Это Апорт Граво-Красный, третье поколение, это ваша членка. Третье поколение, это когда Теридзе перепривил на новую степенью под боеву вашего разлива. А, нашего разлива, то есть Москового разлива. Благодарим, Валерий Гусевич, я благодарю вам и Богу за то, что когда-то прошел вашу статью в газете и приобрел у вас материал. В нынешнее лето мой сад затопило по колено, в 2000-х сады, вода стояла две недели, на нашу, на нашу, на нашу течке, на новую степень, как это Брюссад выхал, и на сегодня 2020-й был финал, как бы, срежет на свете. Вот его проказы, как я понял. Пуше я скажу. Пуше я скажу. Вот на этом заканчивается. Вот, чтобы сохранить впечатление, наверное, я пока этим единственным письмом в этой серии ограничу. До этого вот следующая причина. Вот, хорошо запоминается последняя. А здесь, я продолжу, мы перейдем на другую тему. И где-то она, есть такое выражение, в общем, он сам текло, и, может быть, оказывается так, что это все забудет. Он практически развал мою технологию. Вот он очень немного, как я понял, схватит на лету. Он добился успеха. Он полностью, полностью расшифровал мою теорию и практику. Не просто прививок, который мы называем еще «Изетин Граждансы», а именно на слоении ментора. Вот, на слоении ментора железного. Когда-то это будет проходить в унисетах. Наверное, здесь не хватает фотографии Бакарова. Вот. Когда-то, может быть, ко мне обратятся, скажут, «Ну вот у вас столько учеников, они таланты, и у них есть материал. А вот в Узболосе живет. А это Узболоский университет». Помните, откуда вышла эта наша девушка? Какая, что ты делаешь? Она солидная дама. Вот. Это Юлия Матвеева. Вот тоже Узболоский университет. Видите, где таланты? С руками отрывает разницу. С руками. И даже если сегодня в этих университетах умудряется учить студентов, это будет больная тема, на которую я подведу. Если умудряется учить студентов, если умудряется им дать диплом, а они ничего не посадили, они не бросили ни одно дерево с яблоками, першиками и так далее. А хотя это реально для простого садового до Бахарова, вот даже этого они не могут. Я вас очень прошу. Я очень надеюсь, что в последнем вот такие фильмы где-то когда-то дойдет из человека, который обладает властью, который скажет, схватит Бахарова за это. Захопать его, это все не сказал еще за что. И в этот выносит Узболоский. Чтобы все студенты знали теорию железа, потому что он ее расскажет, покажет и в своей уже. И что не просто уже, это там першики и укрепляемые, или эти самые, вот такие яблоки. А уже и на Узболоской земле. А значит, в Узболоской земле, она покрылся и першиками, и этим яблоками, и с хорошими, апорками. Ну, сколько можно-то это выпускать, людей, которые ничего не имеют, ничего не имеют. Рядом вот он, вот он. Каким дорогу надо сдавать пока? Он не должен преподавать, преподавать уже. Добившись успеха, преподавать. Ну, нету других, ну, нету. И тут снынешний состав преподавателей, они учились и учат людей, как это. Делать обрезку, значит, уничтарать. Перекапывать почву, значит, уничтарать. Делать подземное поле, значит, уничтарать. Вот. Ряди дерево, поискалечить его так, что оно болеет и покрывается грибами, бороться с грибами, хотя грибы не безобидные, не работают, честную работу выполняют. Вот. Перерабатывают духи, людей, и в том числе, чему они все захочут. Бесконечно подкормки не нужны. Закармливают они. Бесконечно эти, и это химикаты. Каждый год надо проливать. Еще ни одно вредитель не проснулся, уже начну проливать. И так до позиции. 6-8 обработают, в Сибири, где Марус это делает. Так нет. Вы еще думаете, у них-то 40 обработал, вот такие яблоки привозят, и полностью забитые химикатами. А у нас вообще их не надо делать. Если такие люди, как Макара, будут заниматься серьезным делом, то есть учить уже людей, хотя бы студентов, можно и школиков. Это имеет полностью программу преподавания биологии в школах. Просто сейчас происходит эллигибилизм. Чистые 100%, я имею право так говорить, чистые 100%, с ума посходили, придумывать программу. Ненужная, глупая, не вспоминающаяся, называющаяся только отвращение и тошноту. Придумать за такое. И опять никто ничего не научился, опять никто еще не умеет. Все, друзья, на этом заканчиваю. Поехали. Небольшой монолог мой. И не прощаемся с нашим другом. Черт, я его дедушкой назвал. Ну ладно. Я сомневаюсь, что дедушка помнишь старый, старый параграфик. Прощайся с Макаровым Сергеем из Волска. Спасибо, друг. Как вы написали, хочу, чтобы наблюдение дошли до садоводов-любителей. Вот. Вот я вам помогаю, чтобы дошли уже ваши наблюдения. До свидания, друзья. Дякую. Спасибо. 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 Продолжение следует...